Пришло время покататься автостопом по Афганистану. Мы выехали от Кабула на машине за 100 афганин, за 70 километров. И сейчас будем пробовать, как туда автостоп. Кстати, этот таксист, как приехали, с которым мы договорились по 100 тысяч, потом говорит, а за багаж платить? Блин, чувак, мы пришли к тебе с рюкзаками, ты видел, что с рюкзаками? А теперь он ищет что-то надбавки. В общем, таксисты в Афганистане все такие. Нам потом еще предстоит в этом убедиться еще раз. Не так давно на этом месте стояли огромные будды. Вот, посмотрите, вот туда вот эта вот дырка. Когда они были построены, точно я вам не скажу, не помню, очень давно, еще в доисламский период, когда-то тут был буддизм, да, потом пришел ислам. А потом талибы решили взорвать это все к херам. Вот такой вот исторический памятник. Вот там еще всякие есть, разные. Мы нашли информационный центр. Видимо, вот он. Вот там живут люди, вот вы представляете. Первая ночь в палатке в Афганистане. Нашли себе местечко. Еще прикол в том, что тут часовой пояс такой же точно, как и в Иране. То есть, например, в Тебризе, который больше, чем 2000 километров отсюда, по дорогам все три, наверное, такое же точно время. То есть тут темнеет в 7 вечера, уже темно. Зато в 4 утра уже светло. И местные просыпаются, куда-то идут. И нам тоже приходится просыпаться. Только мы начали готовить чай на завтрак, как пришли крестьяне и напоили нас чаем с хлебом. Малой выглядит, как будущий наркодилер. Приехали на озера. Красота, конечно, прикольно, но холодно. 3,5 тысячи высота. Это просто охренеть, какая красота. Какая синяя вода. Водопадики там всякие внизу. Jesus Christ is converted into real talib. Look like talib. Don't smile, you are serious talib. Водопадики там всякая природа, иногда здесь бывает. Как же тут глубоко. И рыбы столько. Озеро находится там, наверху, в каменном мешке. И все излишки выливаются сюда в виде водопадов. Потрясающее место. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Эта вся красота находится в провинции Бамьян. Эта провинция населена преимущественно хазарейцами. Это такой народ монголоидной внешности. Немного такие узкоглазенькие. Одна из народностей Афганистана. Они шииты. Поэтому ненавидят и ИГИЛ, и талибов, которые, как известно, суниты. Поэтому тут поддержки у талибов никакой. Палаточка наша. Это свободная зона от талибов. Правда, мы ехали по дороге через провинцию Парван. И было там все хорошо. Но сейчас говорят, там уже талибы. Мы вот позавчера там ехали, а уже талибы. Не знаю, по-моему, это все паранойя. А так вообще тут хорошо, спокойно. Такая красота, так замечательно. Вчера мы тут шарились по-своему. Паша в этот тюрбан замотался. И подходят три такие хазарейца. Такие не спеша переглядываются. Вот так вот приближаются насторожно. Потом... А, фух, мы думали, вы талибы. А, нас приняли за талибов. Не, ну Пабло, когда замотается в этот свой тюрбан, то, конечно, да. Сейчас он пошел за хлебушком в деревню, в ближайшую. Я варю чайок. Будем завтракать и думать что-нибудь дальше. На третий день мы сорвались с нашего места и пошли обходить озера вокруг. Около 40 километров в сумме мы прошли. Доходим до села Купрук и тут прям меня озаряет. Школа стоит. И я так смотрю на нее и прям вот... А уже вечер такой. Я у Паши спрашиваю, а ты когда-нибудь спал в школе? Он такой, нет, вроде бы нет. А ты? Ну, говорю, только когда учился в ней. Короче, у меня возникло желание вписаться в этой школе. И действительно, через две минуты учитель физики уже зовет нас на чай, а там и на ужин, а там и переночевать. Познакомились со всем учительским комитетом, даже с директором школы по имени Абдурахман. Уровень образования в Афганистане, конечно, печальный, потому что учитель английского разговаривал на таком английском, ну, как бы сказать, если бы я говорил на фарсе, я бы мог легко преподавать там турецкий, потому что он примерно на том же уровне, что его английский. Причем он говорит, мы же учителя, вы можете спросить у нас что-нибудь, вот спросите у физика что-то. Ну, мы пытались спросить, спросили у историка про историю хазарейцев. Он начал что-то рассказывать, а потом этот англичанин переводит. У географа тоже спросили простой вопрос, самую высокую точку Афганистана. Они собрались с тем учительским коллективом, думали что-то там, думали, в итоге решили, а дали нам ответ, как знатоки за круглым столом. Но, тем не менее, ребята были отличные, гостеприимные, накормили нас. Это прям учительская, и они в учительской ночуют, потому что все учителя не местные. Только двое местные, и они, конечно, ночевали в своих домах. А остальные прям там, в учительской. И мы с ними. Причем эта школа новая, образцовая, построена Юнисеф и японцами. Всего лишь год назад. Причем. Ну да ладно, четвёртый день. На следующий день у Паши перелёт в Дубай в 4 часа дня. И мы же подумали, что мы так легко прошли этот маршрут, сейчас тоже быстренько проедем, успеем. В гостях у кочевников. Но тут начинается всё самое интересное. Мы достопили Домбамьяна до города и даже дальше километров 30 проехали, прошли 3 блокпоста, у нас проверили документы, всё хорошо, только говорили, смотрите, там осторожно, потому что на этой дороге, в общем, она охраняется не так хорошо и там могут быть талибы. Это та дорога, как раз по которой мы проехали наверху помидоровоза. Есть ещё другая дорога, через Вардак, она короче, но там талибы по-любому есть. Проходим мы 3 блокпоста, а на четвёртом у нас раз проверяют, держат, вызывают группу из Бамьяна и говорят, что нет, вы не поедете, потому что там много талибов. Переговоры ни к чему не привели и говорят, сейчас поедем в Бамьян, там встретимся с губернатором, с губернатором провинции. И может быть он вам чем-то поможет. Отлично. Мы думали, что это разводняк какой-то, но нас реально привезли к губернатору. Мы отсидели, очередь, люди в деловых костюмах, какие-то солдаты проходят там на приём. И тут мы такие, в афганской одежде, грязные, пыльные такие. Нет, по сравнению с обычными афганцами мы даже очень и не грязные, и не пыльные, но по сравнению с тем, кто на приём к губернатору приходит, мы были как-то не очень. В общем, все такие серьёзные люди, и мы такие два чудака. Губернатор нас выслушал и выслушал тех полицейских, говорит, мы не можем вас отпустить, мы не можем вас отпустить ехать по земле. Мы говорим, мы как бы без денег, автостопом, мы действительно, мы все ценные вещи, все деньги оставили тут, в Кабуле. Он говорит, хорошо, послезавтра будет рейс, перелёт, и возможно, мы вас впишем туда бесплатно. Но послезавтра, а на следующий день у Пабула уже самолёт. За 100 баксов, между прочим. Ну, ничем не могу вам помочь, по земле ехать опасно. Потом полиция решает нас показать ООН, Организации Объединённых Наций, которая прямо вот через забор от губернатора находится. Я подумал, ой, блин, чем нам ООН может помочь? Тем не менее, приходим мы на приём, получаем пропуска, даже вот эти вот. И среди работников оказываются филиппинка, киргиз и луганчанка. Вот это было вообще неожиданно. Кто не в курсе, я с Луганска тоже. И тут наши все проблемы решаются, мы даже такое в самых лучших мечтах не могли предусмотреть. Во-первых, нас сразу покормили. Омлетик там, все дела. Объяснили ситуацию, тут мы нашли хоть понимание. Правда, конечно, раз в 37 они удивились, что какие мы придурки и экстремалы, ну, мягко говоря. Первое, и самое главное, они нас отмазывают от полиции, потому что полиция нас не хотела отпускать никуда. И мы забираем рюкзаки из полицейской машины и скрываемся за высоким зданием, за колючей проволокой, зданием ООН. Потом они нас вселяют в такой гисхаус, дешевенький, такой простенький. Остаться в здании ООН мы не можем, потому что не положено. Да, мы общались с губернатором, вот в таком вот бомжовском виде. Тут мы выглядим как хомлесс. Но мы сегодня встретили губернатора. Смотрите, какая замечательная дверца. А знаете, что там за ней? Сральник. Такой красивый сральник. И организовывают нам такси. Прям до Кабула. Утром, даже можно сказать ночью, в полчетвертого. Сказали, ребята, не парьтесь, все оплачено. Все включено. За что им, кстати, выражаю огромную благодарность. Я не знаю, что бы мы делали без них. Итак, в полчетвертого за нами заходит таксист. Вроде бы как они договаривались с ним, что он повезет только нас двоих. И никого больше. Но он еще берет пассажиров. Ну, нам-то пофигу вообще. Мы замотались. Пабло в тюрбан в свой. Я вот эту тарафатку нацепил тоже на голову. В общем, когда мы проехали только Парван, провинцию, там, где могут быть талибы. Только потом наши попутчики заметили, что мы, оказывается, не афганцы. И то им водитель сказал. Короче, маскировка, 80-й левел. Доезжаем мы до Кабула. Довозит этот таксист нас. Встречают нас ребята. А потом таксист говорит. Пять тысяч с вас? Нет, но я знал, что афганские таксисты, они такие. Причем, да, ребята сказали, что все оплачено. И он не должен был брать попутчиков. Но он взял попутчиков еще пять тысяч афганей. Потом мы сказали, чувак, ты че? Он, ладно, хорошо, две. Хорошо, тысяча. Ну, короче, позвонили там, переговорили. И он, ладно, хорошо, уехал. Ну, блин, афганские таксисты, это что-то. В общем, Паша благополучно улетел. Я остался. И остался тут нормально так остался. Место хорошее. Работаю с видео. Обработал уже несколько эпизодов. В Кабуле мне удалось побывать на афганской свадьбе. Зрелище, конечно, такое масштабное. Всяких разных гостей человек пятьсот, наверное. Вот возьмем, например, меня. Я был гостем со стороны жениха. А женихом был дядя парня из нашей фирмы. Можно сказать, близкий родственник. Жениха, естественно, я впервые увидел на свадьбе. Такое торжество обходится очень дорого. Наверное, именно поэтому развод в Афганистане встречается очень редко. Жених человек богатый. Это была его вторая свадьба. Может себе позволить. Традиционно свадьба разделена на две части. Мужская и женская. Говорят, женская часть обычно веселее. Мы в этом убедились на личном опыте еще в Иране. В то время, как мы сидели и ели фрукты, в соседней комнате велись переговоры жениха с родственниками невесты. Они решали, сколько он должен заплатить в случае развода. В этот раз торговались на 2225 долларах. В это время нас развлекали живой музыкой и волосатыми танцорами, которые трясли своими хайрами под музыку. Потом началась самая интересная для меня, да и для многих, часть торжества. Мы перешли в другую часть зала, и там уже была еда. Нас просто засыпали этой едой. Не выдавали каждому отдельную порцию. Оставили на стол огромные тарелки со всякими видами риса, мяса, салатов. Минут за 20 мы пожрали и поехали по домам. Наступил Рамадан, он же Рамазан. Это священный месяц для мусульман, когда в светлое время нельзя есть, пить, курить, заниматься сексом и что-то еще. А в 4 тут уже светло, конечно, а темнеет в 7 уже после 7, да, где-то в 7 закат. И до этого времени есть нельзя. Естественно, вся уличная еда, которая мне так нравилась, теперь недоступна. Ничего, приходится готовить самому. В священный месяц Рамадан нельзя есть, когда светит солнце, от восхода и до заката есть мусульманам нельзя. И поэтому уличной еды не купить. Поэтому вот у меня тут картошечка с мяском сегодня. Главное, чтобы соседи не спалили, что я готова. Могут, говорят, убить даже. Ребята покупают пирожки в школьной столовой. Парням до 15 лет, кстати, пост не обязателен, а девушкам до 9. И поэтому в школьной столовой можно купить пирожки, а они там прикидываются 15-летними. Главное, чтобы не увидели соседи, потому что говорят, что если кто-то увидит, кто-то такой сильно религиозный, то ай-яй-яй. Могут и убить. Конечно, голодные, злые. А тут жрет кто-то. Могут и убить. Пришло время, и я уехал из Кабула в Мазари-Шариф на автобусе за 600 в Гане. Добрался туда уже вечером. Пошел в эту самую главную достопримечательность, мечеть вот эта, вот как она там называется, не помню. Познакомился с полицейскими, даже в фейсбуке добавились. Ну, я же, конечно, сказал, что я как бы в палатке хочу переночевать, где бы мне тут. Нет, это опасно, ну не знаю. Я поговорю с начальником, чтобы он разрешил тебе в этом парке переночевать. А там парк такой классный, травка зеленая. В итоге ждали мы до 11, пока освободится этот начальник. Он сказал, нет, за пределами. Ну, и вот как-то так. Мое сегодняшнее место ночлега. Конечно, и очень тверденько было, потому что тут земли немного, остальное бетон, да и земля, как бетон, если честно. Но это фигня. Главное в том, что это самый центр города. И машины, и прочий транспорт ездят постоянно, даже ночью. Я, конечно, ваты в уши понапихал, но все равно спать было как-то так не особо комфортно. Ладно, пора собираться, валить отсюда. Проснулся я, конечно, очень рано. Делать там было больше нечего. И поехал на такси до границы за 150 Афгани. Лебендарный мост через реку Амадарья, по которому почти 30 лет назад выводили советские войска из Афганистана. На границе узбекские таможенники, пограничники мне устроили такой шмон. Нигде такого не было, наверное. Очень тщательно все проверили. Все флешки, ноутбук, все такое. Спрашивали, есть фотографии моста? Я сказал нет. Это было правда, потому что фотографий нет, видео есть. Но видео вроде бы они не нашли. Итак, я уже в Узбекистане, моя 41-я страна. Тут уже летоисчисление идет нормальное, привычное. Я снова вернулся в 2016. Три месяца я был в Иране и в Афганистане. В 1395. Если кто-нибудь когда-нибудь спросит, какой из годов был для меня самым насыщенным, я скажу 1395. Хоть он и был всего три месяца, но за эти три месяца было много всего. И пусть меня считают дебилом. Немногие поймут, да. Добро пожаловать в Иране и в Иране. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...